ВЛ-80К имеет 8 тяговых двигателей типа НБ-418К, нескольких модификаций. Принцип работы двигателя подробно рассмотрен в разделе «Тяговый двигатель» кинокурса. Здесь мы ознакомимся с основными особенностями двигателя НБ-418К6, рассчитанного для работы при пульсирующем токе. Мощность этого двигателя 790 кВт, при номинальном напряжении 950 вольт. При часовом режиме он потребляет ток 880 ампер. К двигателю подводится выпрямленное пульсирующее напряжение. Пульсации тока вызывают дополнительный нагрев частей двигателя и ухудшают коммутацию. Основные части тягового двигателя — остов и якорь. Двигатель закрыт подшипниковыми щитами. Остов цилиндрической формы. На нем укреплен кронштейн, с помощью которого двигатель подвешивается к раме тележки. С противоположной стороны находятся моторно-осевые подшипники. Ими двигатель опирается на ось колесной пары. Это верхний смотровой люк. Он предназначен для осмотра коллектора, щеткодержателей и щеток. Это люк для подачи охлаждающего воздуха. В нижней части остова есть еще один люк для осмотра двигателя из канавы. Внутри остова расположены главные и дополнительные полюса. Главный полюс состоит из сердечника и катушки. Для уменьшения потерь сердечник выполняют наборным из листов электротехнической стали. Медная шина катушки намотана на ребро. Витки катушки изолированы друг от друга прокладками из азбестовой бумаги. Катушка изолирована от корпуса стекломиколентой. Снаружи она покрыта стеклянной лентой. На катушку устанавливают фланец и пружинную рамку. За счет упругости рамки катушка плотно прижата к остову. В катушку вставляют сердечник. Между полюсом и остовом ставится защитная прокладка. После этого собранный полюс прикрепляют к остову болтами. В пазы сердечника главного полюса устанавливают катушку компенсационной обмотки. Катушки компенсационной обмотки выполняют из шести витков медной шины. Витки друг от друга и от корпуса изолируют миколентой. В качестве покрывной изоляции применяют стеклоленту. Обмотка укладывается в наклонные пазы двух рядом лежащих полюсов. Катушки удерживаются в пазах текстолитовыми клиньями. Между главными полюсами установлены дополнительные полюса. Они компенсируют реактивную ЭДС в коммутирующей секции и устраняют влияние реакции якоря в зоне коммутации. Принцип их действия рассмотрен в разделе «Тяговый двигатель» кинокурса. Сердечники дополнительных полюсов выполнены наборными из стальных листов. К сердечнику со стороны остова крепится диамагнитная прокладка. Она выполняет роль воздушного зазора и позволяет приблизить полюс к якорю, что уменьшает рассеяние полюса. Катушка дополнительного полюса намотана из медной шины и изолирована аналогично катушке главного полюса. Между сердечником и катушкой укладывают защитный фланец и угольники. Собранный полюс устанавливают в ОСТОВ. Рассмотрим устройство якоря. Это вал якоря. На него напрессовывается втулка. Она позволяет заменять вал, не распрессовывая сердечник якоря. Со стороны противоположной коллектору устанавливают нажимную шайбу. На втулку набирают якорные листы, которые затем спрессовывают. После этого устанавливают коллектор. Он собран из медных и меканитовых пластин. Одной из основных частей якоря является обмотка. Катушка обмотки состоит из медных проводников, изолированных мекалентой. Корпусная изоляция катушки выполнена из мекаленты или стеклоследенитовой ленты. Катушки укладывают в пазы сердечника. В отличие от других тяговых двигателей, проводники в якорных катушках двигателя НБ-418К расположены плашмя. В каждый паз укладываются по одной стороне двух катушек. Концы проводников развальцованы и вывернуты под углом в 90 градусов, чтобы их можно было вставить в прорези петушков коллектора. Обмотка удерживается в пазах клиньями, а в лобовых частях крепится стеклобандажной лентой. На конце вала насажены лабиринтные втулки и внутренние кольца подшипников. Собранный якорь устанавливает в остов и закрывает подшипниковыми щитами. Якорь вращается в роликовых подшипниках. С наружной стороны подшипники прижимаются крышками. Подшипниковые щиты имеют лабиринтные уплотнения. Наружные и внутренние. Они препятствуют выходу смазки из камер и защищают подшипники от проникновения в них пыли, снега и влаги. На конусной поверхности вала сделана канавка, соединенная с отверстием в торце вала. Она дает возможность снять шестерню с конуса с помощью масляного насоса. Масло под давлением проходит по канавке на поверхность конуса, давит на шестерню и сдвигает ее с места. Со стороны коллектора находится траверса с зубьями по внешнему диаметру. С ней в зацеплении находится приводная шестерня. С помощью рукоятки вращают шестерню, которая в свою очередь перемещает траверсу. Из люка можно осматривать все шесть щеткодержателей. На траверсе укреплены пластмассовые изоляторы. На изоляторы устанавливают кронштейны, с которым крепятся щеткодержатели. Щеткодержатель состоит из корпуса, нажимных пальцев с резиновыми амортизаторами и пружин. В окна щеткодержателей помещают щетки. Нажимное устройство позволяет при смене щеток фиксировать пальцы в нерабочем положении. Это происходит так. При подъеме пальца вначале приходится преодолевать силу пружины. Палец, пройдя нейтральное положение, отбрасывается пружиной и фиксируется в нерабочем положении. Величина нажатия пальца на щетку регулируется с помощью винта. При работе тягового двигателя в обмотках полюсов и якоря, сердечниках, подшипниках и на коллекторе выделяется большое количество тепла. Его отводят принудительно, охлаждая двигатель потоком воздуха. Из двигателя воздух с помощью специального кожуха направляется вверх. Подшипниковый щит делается закрытым. Это уменьшает попадание в двигатель грязи и снега. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok